Утро страны на телерадиоканале Страна.ФМ 10 часов и 4 минуты в Москве, друзья. Доброе утро всем, кто смотрит и слушает прямо сейчас телерадиоканал Страна.ФМ. Меня зовут Влад Кутузов. Ну и в студии, кто нас смотрит, видите, что я уже не один, причём нас сегодня очень много, за что гостям большое спасибо. Мы вас ждали. Давайте по порядку, наверное. Во-первых, у нас в гостях вот человек, который сидит в середине. Его трудно не заметить, особенно если вы смотрите. Это Уилли Кей, исполнитель, теперь уже очень известный в нашей стране из Кубы. Я же правильно всё говорю? Good morning, hello, доброе утро. Buenos dias. Buenos dias. Вот так будет правильно, наверное, всё-таки. Далее у нас в гостях организатор, соорганизатор, да, так правильно, наверное, будет. И продюсер фестиваля Город Джаз, арт-директор клуба Алексея Козлова, Арайка Капиан. Арайка, доброе утро. Доброе утро. Ну и прекрасный, вот всё-таки надо было с вас начать, поскольку вы девушка. Ну ладно, хорошо. Замечательная Ольга, которая является переводчиком нашего гостя и по совмест... Нет, которая является супругой, а по совместительству уже является переводчиком, который нам сегодня будет помогать в разговоре. Доброе утро. Ну дело в том, что, друзья, 4 августа, то есть совсем скоро на эти выходные, получается, сегодня 2-е, в пятницу и в субботу, да, всё это будет происходить. Большой латиноамериканский уикенд фестиваля Город Джаз. Мы уже несколько раз об этом говорили, о других событиях, которые там происходили, а сегодня вот об уикенде фестиваля Город Джаз латиноамериканском. Арайка, наверное, к вам первый вопрос. Давайте в общих словах, а может быть и не в общих даже, что это будет, что будет в программе, кто будет исполнять, как туда пройти, ну вот всё, что касается этого фестиваля. Ну, это уже заключительный тур нашего вот фестиваля Город Джаз в этом году в аптекарском огороде, и он вот посвящён латиноамериканской теме. 3 августа будет перкуссионный ансамбль «Самбатерея», которая с прекраснейшей вокалисткой Катериной Балыкбаевой, тоже с шоу «Голос», да, она, кстати, была партнёршей велики, да, на шоу «Голос». А ансамбль «Самбатерея» — это вообще уникальный для России коллектив, это ансамбль перкуссионных инструментов, играющий разнообразную музыку, латиноамериканскую, африканскую в том числе, да. И 4 августа вот выступает как раз велики, представляет чисто Кубу, да? Чисто Кубу, да. Чисто Кубу. Это будет субботним вечером, да, или у вас будет это начало? Сегодня вечером вели выступает в 19.00, а «Самбатерея» 3 августа в 20.00. Вход по билетам, есть возможность прийти со своими какими-то пледиками, посидеть на траве, есть возможность купить билет с пуфиком, есть возможность приобрести семейный билет на оба дня, опять же. Атмосфера потрясающая, и я думаю, что вот начало августа знаменуется таким жарким, приятным латиноамериканским уикендом. Ну, кстати, по поводу жаркого и приятного, нам всем повезло с погодой. Да. Вам в первую очередь, потому что действительно жара обещает, там, 30-28 градусов. Самое оно для латиноамериканских всех этих дел, правда же? Это все из-за них, да. Далее у меня вопрос к Уилле, или, наверное, мы... Ну, давайте я быстро спрошу. Уилле хотелось... Доброе утро еще раз, во-первых. Доброе утро. Спасибо, что пришли. Хотелось спросить, ну, для тех, кто не знает, да. Спасибо вам. Все следили за тобой в голосе, все болели. Как долго ты находишься в России? Это было... К голосу ты приехал сюда? Нет, нет, нет. Или намного раньше? Нет, уже пять лет я живу здесь, в Москве. Эй, да. Пять лет именно занимаешься музыкой? Нет, нет, нет. Я занимаю музыку сколько лет? Я начинал учить? Учить? Учиться, да, да. 1989 году. Ну, достаточно, достаточно давно. Да мы понимаем, да. Да. И поэтому мне пять лет. Только пять лет я живу в Москве. Давайте прервемся прямо сейчас, продолжим говорить о фестивале, и о тебе конкретно, Уилле. Друзья, у нас небольшой перерыв прямо сейчас. Это телерадиоканал Страна ФМ. Доброе утро. Две-три минуточки, и мы снова вернемся к вам. Будьте здесь, пожалуйста. Ну, друзья, мы снова вернулись. Доброе утро. Это телерадиоканал Страна ФМ. Здравствуйте еще раз всем. Ну, и напомню, 3-4 августа латиноамериканский большой уикенд в фестивале «Город джаз». И у нас сегодня непосредственные участники, организаторы и люди, которые нам помогают. Уилле Кей. Доброе утро еще раз. Доброе утро еще раз. Как это звучит по-испански? Buenos dias. Вот. Теперь все по-настоящему. Арая Кокопянца, организатор и продюсер фестиваля «Город джаз», арт-директор клуба Алексея Козлова. И супруга нашего сегодняшнего гостя, музыканта, исполнителя Ольга, посовместить 100 переводчиков. Вот теперь я правильно все объявил. В нужном порядке. Уилле, вопрос вот какой. Как хотелось бы немножечко узнать историю. Как начиналось все в Кубе, на Кубе вернее, когда ты был там. И после этого второй вопрос. Почему ты оказался здесь, в России у нас? Я всегда хотел спеть. Сколько я понимаю, вспомнил. Насколько я вспомню, я всегда хотел спеть. У меня было два года. Я учил песню, которую я сейчас не знаю. Очень известная. Сальсу исполнитель. И мама и папа меня... Какой сыграл меня? Адонный. Аляккория? Привели в школу. Привели в школу. Арт-школу. И там началось. И я здесь, я попал в Россию, потому что я... Да, это раньше жил в Италии, потом в Мадрид. И после этого периода я понял, что мне нужно что-то смелеть. И я смелеть страну. И Россия. Я спрашивал своих друзей, всем мире, кто-то нужен певец. И у меня ответил друг мой из Макс Верн. А я здесь. Так просто. Так просто. Да, на фейсбуре я написал, кто-то нужен певец. И он ответил, да, мне нужен певец для латиноамериканских фестивалей. И в итоге ты оказался здесь. Слушай, а скажи, пожалуйста, ты говорил про родителей. Они имеют отношение какой-то к музыке? Папа и мама. Нет. Ну, понимаете, мы кубинцы. Кубинцы, да. Мы почти всех умеем танцевать, петь, играть. Но моя семья, нет. Моя мама и папа, нет. Слушай, ну ты ответил сейчас практически на все вопросы, мне кажется. Потому что нельзя себе представить кубинцы, которые не музыкальны, мне кажется. В той или иной степени. Да, да, да. Нет, мы очень музыкальны, как страна Куба. Очень музыкальны. Но не все умеют... Профессионально. Да, профессионально, да. Ну а скажи, пожалуйста, когда ты переехал сюда, в Россию, все-таки, ну, несмотря на какую-то похожесть между нами, да, как и между всеми людьми? Еще раз, еще раз. Оль, давай переведем. Нет, еще раз на русском, на русском, на русском нормально. Почувствовал ли ты какую-то большую разницу в окружающей обстановке, ну, в климате, понятно? Ситуционная тестина, дифференция, гранди. Нет, нет, не очень. Нет, не очень, потому что я это, я сказал, я жил в Италии. И холодно было тоже. Ну, Россия для меня, Москва для меня, это, конечно, погода, это холодно. Ну... Но сегодня обещают плюс 30, поэтому, я думаю, будет комфортно. Ну, но одновременно Россия для меня очень жарко. Зачем? Ну, я хочу рассказать, как мы с Вилли познакомились. Вот, кстати, интересная история, Арайка, давайте ее отложим вот на, чуть-чуть на потом, да, у нас сейчас небольшой перерыв, мы вновь вернемся и вернемся как раз к этой теме, это интересная история, я думаю, о ней хотят узнать многие. Друзья, будьте здесь, это Страна ФМ. Ну, а мы здесь, друзья, телерадиоканал Страна ФМ, доброе утро еще раз всеми. Уилли Кей, сегодня у нас в гостях, еще раз доброе утро. Я боюсь повторять это, боюсь ошибиться. Снова доброе утро. Снова доброе утро, да, действительно, так будет лучше. Арайка Копяна, соорганизатор и продюсер фестиваля «Город джаз», о котором мы тоже сегодня говорим, который будет проходить 3-4 августа в эти выходные, завтра в пятницу и в субботу. Арт-директор клуба Алексея Козлова, ну и замечательная Ольга, супруга нашего артиста. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз, и переводчик. Ну, это не так важно, мне кажется, потому что, мне кажется, у нас вообще не происходит и так. Вполне нормально. Мы решили же рассказать историю, которую мы, честно, не проговаривали за эфиром, мы ее оставили для всех зрителей и слушателей, как вы познакомились. Да, это очень смешная история, потому что... Это Арайк сейчас говорит, для тех, кто слушает. Мой приятель, мультиинструменталист Арсен Нерсисен забил концерт в клубе Козлова у меня с программой, говорит, увидишь, что это будет. И выходит на сцену Вилли и поет на армянском языке латиноамериканскую музыку. Причем поет так, что я слушаю и не могу понять, как такое может быть. Он, не зная языка, то есть на слух, спел очень чисто. И это был очень интересный микс и эксперимент. Программа была шикарная, все танцевали. Ну, то есть это были какие-то армянские песни в латиноамериканской обработке. Прекрасно все ложилось. И, в общем, такой эксперимент. Первое, что я услышал, как он поет на армянском языке. Это первый раз в жизни я спел на армянском языке. Ну, не последний это был? Конечно, нет. Я даже был в Армении. Да. А я очень нервничал, потому что, если сказать, ну, я в Армении, я должен спеть нормально. Да, нормально. Как минимум правильно. Ну, в общем, с того момента началось ваше сотрудничество уже, да? Да, да, да. Уилья, я хотел спросить вот о чем. Я опять немножечко историй по поводу голоса, по поводу Леонида Агутина. Ты же к нему изначально хотел попасть, да? Потому что то, что делает Агутин, ну, мне кажется, максимально... Да и всем это понятно, что максимально близко к тому, что тебе могло быть интересно. Да, да. А Леонид Агутин для меня это самый лучший исполнитель, русский исполнитель, который умеет простить друг друга, остальные, но он для меня, он, который умеет делать эта музыка, делать этот микс между русской музыкой, для русской, для мира, но он не имеет никакого вкус. Латиномерийский вкус. Поэтому я... Когда... Когда я... Когда я... Можно по-испанский? Да, конечно. Когда я приехал в Москву, когда я приехал в Москву, моя esposa мне... 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 И мне показала концерт Леонид Агутин Леонид Агутин в Гаване. Это мне напомнил немножко этот микс. о котором говорил сейчас о Раек, потому что Леонид Агутин пел свою музыку, но с кубинскими музыкантами, и специально сделанная программа для кубинских слушателей. Оля, ну в данном случае, я так понимаю, что как раз спасибо-то большое надо вам сказать, потому что именно вы, да, были тем человеком, который сказал, что вот с этим человеком, имею в виду Леонида Агутина, тебе не надо поработать. Сказать спасибо все-таки надо сказать тому, кто этого добился. Это, во-первых, конечно, естественно, это самое главное. Спасибо, Леонида Агутин. Я хочу всем напомнить, что у нас будет впереди вот совсем скоро, через несколько минут, некий видеоматериал, да, где мы посмотрим на то, как Уилли поет, да, правильно я понимаю, после чего у нас еще будет чуть-чуть попозже абсолютно живое исполнение здесь, в студии телерадиоканала «Страна.ФМ», песня «Бэк Куба», да, она так называется. Все это в ближайшем будущем, друзья. Сейчас у нас небольшая пауза, буквально 3-4 минуточки, и мы снова продолжим. Будьте со «Страной.ФМ». Доброе утро. «Утро страны» на телерадиоканале «Страна.ФМ». «Бэк Куба» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Гитара с тремя струнами Мы с ними работаем уже несколько лет Мы друг друга хорошо понимаем И вместе работали над этой песней Ну то есть это не те люди, которые принимали участие в записи, с которыми вы работаете сейчас продолжаете, да? Тесно сотрудничаете? Да, стараемся работать, но Юль сейчас на клубе, но все равно как-то они продолжают общаться, советоваться, списываться Слушайте, я хотел бы спеть на русском языке, но я хотел бы спеть на русском языке, но для этого мне нужно очень хорошо подготовиться, поучиться, потому что я бы не хотел, чтобы это звучало смешно. Слушайте, ну смешно не быть в любом случае, потому что когда человек поет, он поет, да, как мы знаем. Я хотел спросить по поводу песни, которая в 17-м году уже она летом вышла, да, самбо с Леонидом Могутиным. Насколько комфортно вам было работать друг с другом? Насколько вы друг друга понимали? И насколько ты доволен тем, что получилось? Максимально комфортно. Вот, хорошая. Не нуждается в переводе даже. Я этого совсем не ожидала, это было совершенно невероятно. И до того дня, когда мы первый раз вместе ее спели также на радио, я не мог поверить в то, что это происходит. Только вот в тот день мы поняли, что да. Ну теперь уже спустя год все зрители, все слушатели уже точно знают, это произошло, это было действительно великолепно, это было круто. Это большая ответственность работать с Леонидом Могутиным, я стараюсь выложиться на 200%, постарался выложиться. Ну оно так и получилось. Друзья, я хочу всем напомнить, что впереди у нас абсолютно живое исполнение песни «Back to Cuba». Да, правильно. Слушайте, я уже начинаю. По-английски. Да, 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 но пока да, потом и по-испански заговорю. Все это очень скоро здесь, на телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, сейчас 2-3 минуточки мы прервемся и вновь продолжим. Всем доброго утра еще раз. Утро страны на телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, доброе утро еще раз всем, действительно, телерадиоканал «Страна.ФМ». Сегодня у нас в гостях Уилли Кей. Доброе утро, Уилли, еще раз у нас в гостях сегодня Арая Кокопян, город Джаз. Давайте вкратко я так скажу, да, потому что так еще будем говорить об этом. Ну и Ольга, супруга нашего артиста и, по-своему, естественно, переводчик. Хотя у нас сегодня прекрасно обходится так вот. Минимально. Минимально практически. Слушайте, у нас же впереди обещанная песня, которая называется «Back to Cuba». Она прозвучает совсем скоро в живом исполнении здесь, в нашей студии. Давайте немножечко предварим ее появление, вот рассказом о том, что это за песня, как она появилась, ну и вообще несколько слов о ней. «Back to Cuba» — это вторая песня, которую я написал. И это способ, это музыкальное посвящение моей родной земле. Сейчас я пишу более современную, более актуальную музыку. Но я хочу сделать эту песню больше напоминающую музыку Куба в 40-50-х. Но эту песню я хотел сделать максимально в стилистике 40-х годов кубинской музыки. Ну, то есть это вот Куба, как она звучит по-настоящему вообще, да? Давайте, может быть, мы же хотели еще сказать по поводу голосов, которые звучат там, да, Бекки? Да, и так получилось, что во время записи, ну, запись была во время программы «Голос», и заехал к нам на студию наш друг по сезону, Хэнсли Пойнель. И так экспромтом они записали небольшой бридж фичеринг, и его голос звучит в этой песне. Вот мы его сейчас и услышим вместе с Уильей. Услышим, да, да. Ну что, давайте тогда прямо сейчас будем петь. Давайте. Наушники у вас включены, все хорошо. Я думаю, что все будет нормально. Итак, песни под... Давайте, объявите, пожалуйста, как это должно быть вообще, как это должно звучать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Мы выйдем из студии, там обязательно будет «Океан», «Ром», «Сигар». Вот это все, настоящая куба. Спасибо тебе большое. Шикарное исполнение совершено. Спасибо. Завел практически всех. Я хотел о чем еще спросить. По поводу вот этого замечательного дуэта, который произошел в прошлом летом, самбо, да, о песне с Леонидом Могутиным. Может быть, есть еще в проекте какие-то мысли с Леонидом Николаевичем или с другими нашими российскими артистами? О чем можно рассказать? Может быть, это секрет, ну, если вдруг есть мысли, которые можно озвучить? Есть небольшой секрет. И, конечно, Леониду Николаевичу, конечно, я желаю сделать еще песню. Не песню, песню. Несколько. Может быть, альбом, да? Да, альбом, да. Ой, я согласен. Конечно. Да, и сделаю, конечно, сделаю другий фит, но пока это секрет. Очень хорошая песня, которую я сделал. И мы сделали фит с очень большой звездой. 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 Русской звездой. Ну, пока это не могу сказать. Вот это небольшой секрет пока. Это не стоит. Я хочу всем сказать, вы вот вручал слово фит, это, ну, совместная работа, да, с кем-то из больших артистов наших. Да. Я хотел все-таки вернуться в голос, с вашего позволения, еще ненамного. Знаешь, что интересно узнать? Говорили о том, ты хотел попасть к Агутину, да, в команду. И когда вот он повернулся, вот что ты в тот момент почувствовал? Ага. Что с тобой, что внутри тебя происходило в эти секунды? Очень сложно слушать тишину. И особенно когда ты поешь, и есть люди, и они аплодируют. Но я помню, что первое время Гагарина вернулась в первую очередь Гагарина. Да, да. Мы закончили. Ты хочешь сказать это «Си» и «Си»? Да, да. Ты говоришь об этом? Нет. 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 И если посмотреть видео, по моему лицу читается. Ну, я, по крайней мере, уже прошел такое небольшое облегчение. Но не до конца, я так понимаю. Да. Но, когда он смотрит, никто не видит, потому что они не видят. Они не видят, потому что, во-первых, кресла поворачиваются бесшумно в этом программе. А во-вторых, они достаточно на большом расстоянии находятся. И когда я вижу, что поворачивается, Агутин и смотрит на меня… А вот в этот момент я услышал тишину, что очень сложно услышать тишину, когда ты поешь. Очень приятно. Очень приятно. Это очень приятное чувство. Слушай, ну, не в последний же раз, в конце концов. Тем более, как бы есть намек на альбом, может быть. Ты сам об этом говорил. Слушайте, давайте вернемся к фестивалю. А, Райк, ну, вот мы разговорились тут. Давайте еще раз повторим. Значит, когда будет? 3-го, 4-го, завтра, в пятницу и в субботу, еще раз по программе пробежимся. По тому, когда Вилли будет выступать, да? Кто вот после сегодняшнего эфира придет специально на него. Давайте подробненько обо всем. Ну, вот 3-й и 4-й августа, аптекарский огород, ботанический сад МГУ, латиноамериканский уикенд. Вот сейчас в песне Вилли прозвучали стили латиноамериканской музыки. Ча-ча-ча, мамбо, сальса, меренге, сон, да. Все эти стили будут представлены на фестивале в оба дня. Первый день выступает перкуссионный ансамбль «Самбатерия» с прекрасной певицей Екатериной Балыкбаевой. Это 3-го августа и 4-го августа. Вилли со своим коллективом. Вот расскажи, Вилли, какая музыка будет звучать, какие стили, что за коллектив. Да, это песня, это песня. «Авремя» и «Бактугу» обязательно будут на концерт. Те две песни, которые мы сегодня послушали, обязательно будут звучать на концерт. Я сказал на русском сейчас. У меня рефлекс, прости, пожалуйста. Ага, хорошо. Ну, тебе хорошо звучат русский, да. И другие песни. Народные кубинские песни, но я сделаю свой вкус. Мы поговорим, что российская страна любит прямая бошка. Да, да, там об этом говорили. А я сделаю микс такой, что я поставлю прямая бошка с кубинской и латиноамериканской музыкой. Это будет очень интересно. Ну, то есть это будет такая куба, но адаптированная немножко к нашей публике, да? Ага. Насколько рассчитана по времени программа? У нас буквально 40 секунд остается. Ора и 30 минут. Ну, это полноценный концерт, такой вполне себе полноценный концерт. А, Райк, давай еще парень слов, еще раз напомним всем, куда приходить, где взять билеты, как пройти, и время, и все остальное. 3 и 4 августа ботанический сад МГУ, аптекарский огород на проспекте Мира. 3 августа перкуссионный ансамбль «Самбатерия», начало в 20.00. И 4 августа велики, начало в 19.00. Билеты можно купить на месте, либо на сайте городжаз.москва. Слушайте, ну, нам пора прощаться за пару слов. Это Великий. Да, это Великий. Здрасте. Я хотел сказать, перевернуть, спасибо, Райк, за приглашение. 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 Спасибо за уверенность. За то, что веришь в него. За то, что не уверен. Брат. Ах, Перес. Я знал, что этим все и должно было сегодня закончиться. И все вы, что слышит страна FM, приходите на концерт обязательно. 4 августа будет жарко, будет Куба в Москве. Самые настоящие. Будут танцы. Слушайте, спасибо вам огромное, Великий. Спасибо вам. Большое спасибо. Большое спасибо, что пришел. Я спасибо. Большое спасибо. Ольга отдельное спасибо тоже за все. Было приятно вас видеть. Друзья, все приходите на концерты 3 и 4 числа в 5 в свою субботу. Пожалуйста. Город Джаз, добро пожаловать. Я тоже с вами прощаюсь. До завтра. Спасибо, что были здесь. Всем пока и счастливо. Спасибо. Пока. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго.